Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и сегодня я хочу поговорить с вами об искусственном интеллекте в шестой цивилизации. Последние игры против компьютера на божестве навели на меня одну мысль по поводу этого самого искусственного идиота. Этой мыслью я хочу поделиться с вами и, собственно, обсудить в комментариях. Прежде чем раскрыть тайну искусственного интеллекта, до которой, по-моему, я дошёл, Хочу сначала вот показать вам такую табличку. Это бонусы, которые получает компьютер в Сид Мэрс Цивилизейшн 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Кто не в курсе, на уровне сложности князь, или по-английски принц, ни игрок, ни компьютер никаких бонусов не получает. У них абсолютно равные условия. Если вы поставите уровень легче, то уже игрок будет получать бонусы. И наоборот, если вы поставите уровень выше, то компьютер будет получать бонусы. Вот на божестве компьютер получает плюс 32% вход к науке, культуре и вере. При этом в начале игры у компьютера есть ускорение для 4 тех и для 4 цивиков. Кроме того, все города получают плюс 80% производства и золота. Юниты получают плюс 4 урона и плюс 40% к накоплению опыта. И в начале игры все компьютерные нации сразу имеют трёх поселенцев, двух строителей и пятерых воинов. Собственно, именно поэтому в начале игры против компьютера на божестве, если вы рядом с ним находитесь, то приходится очень тяжело, потому что у него сразу 3 города и 5 юнитов, которые ещё и 4 урона сверху имеют. Поэтому они, кстати, и выносят очень быстро города-государства, потому что города-государства в начале никаких вот подобных бонусов по юнитам не имеют. Ну вот, представили себе масштаб, да, примерно какие у них у всех изначально есть возможности. Так вот, поиграв на божестве несколько игр, показав их вам, вы можете их найти у меня все на сайте, понимаешь, что, собственно, кроме этих бонусов у компьютера нет больше ничего. Будете вы с ним играть на божестве, на поселенце и на князе, именно играть, именно передвигать юниты, строить здания и прочее, будет компьютер абсолютно одинаково. У него есть эти бонусы, но он о них как бы не знает, он просто двигает фишки на доске. То есть, ещё раз повторю, уровень сложности в шестой цели влияет только на бонусы и всё. В принципе, это было, наверное, и до моего видео вам всем понятно. А вот что необычно, и то, что я как раз заметил в течение этих игр, это то, что, по-моему, компьютер постоянно получает какие-то бонусы от игры, вне зависимости от того, что он там производит, сколько у него науки и так далее. К примеру, во всех играх на божестве обязательно несколько компьютерных соперников очень сильно опережают меня по технологиям. Хотя бонус в 32% это не предполагает. Более того, у компьютера очень мало построено кампусов обычно. То есть, например, если у нас с компьютером по шесть городов у каждого, и во всех из них построены кампусы, то по идее, чтобы мне быть с ним на равных по науке, мне надо ещё два кампуса. Это не такое уж и большое отставание, согласитесь. Но компьютер всегда далеко-далеко впереди. При этом, если вы играете правильно, то вы его спокойно догоняете. Хотя, казалось бы, раз он так далеко впереди по науке, то всё, уже в его руках научная победа. Ну, сколько я не играл. Вот в первой игре даже за Россию на божестве, когда только игра вышла. Или вот в последней за Нубию. В первом случае там бразилец далеко улетел по науке. В последнем случае араб, но в итоге я их догонял, обгонял и побеждал научной победой. Вот один пример, запомните его. Другой пример. Во время войн такое ощущение, что компьютер не просто строит войска, а они ему как бы с неба даются. По одной простой причине. Вот посмотрите, 80% сверху, да? По идее, у компьютера должно быть офигенно больше войск, чем у вас. Нет, обычно этого не происходит. Уже в середине игры обычно у игрока сила армии намного больше. И когда вы нападаете на компьютерного соперника, вы можете даже понаблюдать. Такое ощущение, что юниты у него из воздуха начинают появляться. Причём внезапно, обычно, того типа, который будет лучше сопротивляться вашим юнитам. Правда, компьютер не умеет этими юнитами распоряжаться. Вот в чём прикол. Он не понимает, как их лучше поставить. Он не понимает, что катапульты не работают, если сделали перемещение. Единственное, что он понимает при игре юнитами, это если их у него больше, он вам обязательно объявит войну. Это всё. А, ну и ещё компьютер очень хорошо распоряжается верховыми юнитами, но это очень хорошо видно на примере варваров. Вот если варвары прибегают к вам конными юнитами, то у вас начинаются большие-большие проблемы. Может, компьютер хороший дипломат в шестой циве? Нет. Он, как мне где-то кто-то в комментариях написал, боже мой, компьютерные соперники в шестой циве напоминают мою бывшую. То есть они истеричны до нельзя, если так можно выразиться. Только вы с ними были в хороших отношениях, внезапно они вам объявляют войну. Нет, сначала обвиняют и объявляют войну на ровном месте. После последних патчей хотя бы это уже начало объясняться хоть как-то. Но самое удивительное, что компьютерные соперники всё это делают не для того, чтобы выиграть. Вот у меня реально постоянное ощущение, что они просто не хотят выигрывать. У них нет соперничества между собой, они просто развлекают игрока. И вот тут я, собственно, подошёл к своей главной мысли. В шестой циве компьютерный интеллект не играет в саму эту циву. Он выступает декорацией или, если хотите, мастером подземелий для игрока. Я сейчас объясню тем, кто не знаком с ролевой терминологией. Когда люди играют в живую ролевую игру, то бишь садятся за столом, берут набор правил, то есть один человек, который выполняет роль мастера подземелий. Он, собственно, объясняет, что происходит в игре. Он играет за монстров, он придумывает историю этого мира, пользуясь, конечно, книжкой с правилами ролевой системы. И в его задачу, кстати, не выходит победить игрока. В его задачу выходит сделать эту партию интересной. Она не должна быть слишком лёгкой, она не должна быть слишком сложной. То есть он создатель игры в данном случае, и он развлекает игроков. Так вот и здесь искусственный интеллект в шестой циве, похоже, не играет в саму эту самую циву. Его задача — следить за действиями игрока, подстраиваться под них и создавать ему определённые проблемы или, наоборот, поблажки, если у него что-то не получается. И это вообще не зависит от сложности. Сложность тут только даёт вот эти самые бонусы, о которых я вам вначале показал. А мастер подземелий шестой цивы ведёт себя всегда одинаково. И, возможно, кому-то это может и понравиться, но мне, как любителю стратегических игр, вот это ощущение того, что компьютер с тобой не играет как раз, очень-очень не нравится. Я всё никак не мог понять, почему мне так некомфортно при игре против искусственного интеллекта в 7ers Civilization VI. Да потому что она в некотором роде напичкана определёнными скриптами. Ага, игрок делает это, значит, надо сделать это. И, по-моему, в прошлых сериях, ну, я не буду, ну, по-моему, и в пятой тоже, скорее всего, но в четвёртой, третьей, второй, первой этого точно не было. Компьютер играл в эту самую циву. Был искусственный интеллект. И, по-моему, это намного более погружает в игру. Пускай он лёгок, пускай ты его обыгрываешь. Но за счёт того, что компьютер играет сам с собой, там создаются разные вариации. Кто-то может написать совершенно справедливо, кто-то из программистов, что создать искусственный интеллект, который бы правильно так вот пользовался огромной картой, которая в циве с гексами и правильно передвигал юниты, невозможно. Я, наверное, даже соглашусь. Но давайте проведём аналогию с шахматами. Уже написано огромное количество шахматных программ. Даже проходят чемпионаты мира по шахматам среди компьютерных программ. Так вот, эти программы шахматные, обратите внимание, что в них не заложено большое количество партий прошлых. Они занимают буквально там, ну, 200, что-то там, 150 килобайт, килобайт. То есть это именно программы, которые анализируют, как надо ходить в данном случае. И они уже на очень высоком уровне. Конечно, гроссмейстеры и, наверное, мастера спорта их будут обыгрывать, но обычный для обычных людей. Эти программы там и Комода, и Джонни, и Джуниор. Да блин, мне и Каиса стояла в моей секции по шахматам, где я занимался. А вот я сейчас смотрю, что Каиса была первым победителем чемпионата мира среди компьютерных программ в 1974 году. Я думаю, что и Каиса на высоком уровне сложности у себя будет обыгрывать. Многих любителей шахмат. А эти программы занимают очень-очень мало в программном коде. И я уверен, что если бы у программистов Фераксис была такая цель сделать вменяемый искусственный интеллект, я не говорю, что сложный. Я еще раз повторюсь, я считаю, что человек должен обыгрывать компьютерные программы. Просто потому, что это развлечение. Он должен получать возможность выиграть. Так вот, если бы была такая задача сделать искусственный интеллект, Фераксис давно бы это сделала. Но у них задача была похожа. Опять же, это моя догадка, я не могу это ничем подтвердить, кроме своих наблюдений. У них была задача сделать мастера подземелий в шестой циве, который будет следить за действиями игрока и типа подкидывать какие-то проблемы, чтобы игрок их решал. Так вот, по-моему, для стратегической игры это фигово. Во многих других играх это нормально. Ну, давайте того же третьего Ведьмака возьмем. Вы приезжаете в какую-нибудь область и начинают срабатывать там скрипты, которые двигают нас дальше по сюжету, или которые создают нам ситуации в той местности, где мы находимся. Это нормально. Вот это как раз для ролевой игры самое то. Но для стратегической, когда на карте у вас 10-12 компьютерных соперников, это очень странно. И именно поэтому возникает такое странное отторжение того, что происходит в шестой циве. И чего, кстати, нету в сетевой партии, просто потому что сетевые игроки реально в циву играют. И не будет никаких вот таких ситуаций развлекух. Искусственный интеллект в Sid Meier Civilization 6 просто симулирует то, что он собирает какие-то там ресурсы, исследует какие-то там технологии. Я просто уверен, что на самом деле у компьютера каждый ход автоматом появляются те технологии, которые ему нужны в зависимости от того, как играет игрок. Вот смотрите, у него куча производства. 80% на 80% больше, чем у игрока. Но у него постоянно очень мало районов, даже когда в божестве играешь. Очень мало обработано клеток. Очень мало по сравнению с игроком юнитов спрашивается, а куда он это производство, собственно, запихивает? Где оно? Во что оно у него выливается? И вот, мне кажется, это то самое объяснение. Он просто не играет. Он никуда это производство не девает. Ему выдаются юниты, выдаются районы, выдаются здания. В зависимости от того, что делает его живой соперник. Опять же, обращаюсь к программистам, которые, возможно, сейчас меня слушают. Напишите, насколько сложно вообще создавать какой-то определенный искусственный интеллект для игры. Но сами посмотрите, играешь в четвертую Циву, у меня нету такого ощущения, что компьютер играет только против меня. А в шестой это ощущение есть. Я бы даже сказал, ну, не только против меня, а для меня, со мной. То есть он как такой... Я даже не могу другого слова, кроме как мастера подземелья подобрать. И, кстати, давайте тут тогда проведем параллель с Европой Универсалис 4. Вот это абсолютно не скрывающаяся стратегия, которая является тем самым мастером подземелий. Потому что там очень многие события завязаны на подобных событиях в реальной истории. Они происходят по определенному таймингу, в определенное время. За какую-то нацию сложнее играть, за какую-то легче. Плюс там еще задания такие исторические даются. И вот это, по-честному, такая аналогия мастера подземелья в исторической стратегической игре. И ты от нее этого ждешь, потому что там не генерируется заново карта. Там все та же земля середины 15 века. Ну, хотя там можно в разное время начинать. Просто ты можешь такую несколько альтернативную историю создать. Но когда ты играешь в шестую ЦИУ, и у тебя постоянно новые карты, новые соперники, новые возможности, новые ресурсы, новое место старта. То игра, получается, теряет массу очарования. Когда у компьютера забирают возможность против тебя действительно играть. В общем, вот такая, по-моему, тайна искусственного интеллекта в Sid Meier Civilization 6. Нам заменили думающий и играющий искусственный интеллект на мастера подземелья, которому еще, кстати, и не все объяснили, что в игре можно сделать. Опять же, мне нечем это доказать. Вот это мои ощущения такие. Пожалуйста, спорьте со мной. Меня зовут Алексей Халецкий. Именно меня вы слышали в последние десяток минут. Играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Мы имеем в виду основную нужность. Мы хотим вернуть в умные игры. Мы хотим вернуть в умные игры. Продолжение следует...